Однажды самолёты начали меняться, у них стала появляться плоть, словно это живой организм. Люди не были готовы к такому роду опасностей, тем более, всё началось стремительно и внезапно, такое нигде не было зафиксировано. Но в Америке началась, наверное, самая жуткая пандемия, которая затронула не только человеческую плоть, но и в целом машиностроение. Соединив плоть и сталь. Сегодня у нас будет видео, в которых показывают трансформацию природы, ведь просто так это не могло появиться в одночасье, ибо такому организму нужен рост и энергия, в качестве которой выступает биоматериал в виде людей. А патоген, несущий данные сущности, способен изменить человека в короткий срок, потому что начинается со второй половины 20 века, с первого зафиксированного появления. Час 1. Падение Нью-Йорка Первая запись начинается с вида на крыло самолёта. В итоге, после помех, на заднем фоне можно слышать крики из пассажиров. В кабине пилотов слышны звуки от тревог. Вскоре сигнал теряется, и на заднем фоне можно слышать звук крушения самолёта. На месте крушения оператор снимает последствия, и, возможно, ищет, кто мог остаться в живых. Однако слышно, что что-то рядом бродит, и она причём огромная, с жуткими криками людей. Дальше показываются влоги Брайана, датируемые 3 мая 1964 года. Этой личностью был выжившим из той самой авиакатастрофы. Павел рассказывал, он хранил данный секрет в течение двух месяцев, и поначалу ничего не было необычного. Это был обычный рейс с Лос-Анджелеса в Мехико. Из грузового отсека вырывалось нечто странное. Оно начало поглощать людей. Люди вследствие этого начали паниковать, а он, в свою очередь, был в шоке. Когда на Брайана напало существо, оно пробило окно самолёта своим ударом. Прибежав к двери пилотов, он заметил одну странную вещь. Оно будто стало большее. В итоге Брайан остался один. Спрятавшись в ванной кабинке, он остался, дабы ждать наилучшего события. В итоге самолёт потерпел крушение, и в пожаре, и крики в людей, он увидел огромное существо, которое передвигалось на четырёх лапах. Как Чаек описывает, оно состояло из плоти и рваных кусков ткани. С этого момента он никому больше не рассказывал об этом случае. Больше от него узнать ничего не удаётся. Дальше идёт показ карты, в котором есть метка на сущности. Диспетчер говорит о плохих новостях, в котором говорится о сущности, и что вокруг него зарегистрирована радиация. И по словам того же диспетчера, оно идёт в направление к атомной электростанции. И тогда зрителю показывают существо, находящееся в воде. Но что самое было необычное, так и того голова. Это была часть пассажирского самолёта. Оно приступало к разрушению города. Каждый его шаг сотрясал землю, и под действием чего разрушался город. Диспетчер докладывает одну вещь. Это существо растёт каждые 10 минут. В то же время радиация вблизи этой сущности способна ублочить человека. Вскоре показывают новости, в которых рассказывается о существе, которое находится в Нью-Йорке, появившегося из Атлантического океана. Тут говорят, как оно покрыто радиацией. Если оно дойдёт до атомной электростанции, то уровень той самой радиации вырастет многократно. И поэтому всем выжившим нужно будет эвакуироваться. Дальше кадры снова возвращаются в реальное время. Рёв существа продолжал издаваться эхом на многие километры. Затем через время пролетают истребители США, и начинают атаковать существо, которое от такого начало сбираться на небоскрёб. И его голова начала меняться. С его спины выросли щупальца. По этим кадрам можно понять. Его трансформация продолжается. А на кадрах видно АЭС, из-за чего его сила увеличилась. Город оказывался в руинах. На тактических картах видно, как существо увеличилось в два раза. А радиация занимает половину Манхэттевского парка. Под конец диспетчер говорит о том, что оно собирает плоть. Часть 2. Король проснулся. Теперь местодействие перемещается на международный аэропорт, в котором все рейсы отменены по запросу правительства. Теперь это место выглядело пустым. После всего вида показывают телевизор, в котором видны новости, которые можно было видеть ранее. Кадры меняются на показ обломков самолёта, из которого можно видеть плоть существа. Ночью человек снимает огромную конечность чудовища. Убежав в метро, у человека начался приступ кашля. В итоге, под действием болезни, он стал частью чудовища. Дальше идёт лога кампании по авиации и комплексам промышленности. Тут их цель заключается в сдерживании и изучении влияния этой сущности на людей. А также их целью является победа над монстром, разрушающий город. После данных слов показывают фотографии самолётов. С вопросом, какой из них заражён? Тут можно видеть наглядно, как у заражённых моделях видно отверстие с плотью. А после окружения данного аппарата, видна огромная масса плоти. В том числе, показывают, когда самолёт не получил каких-либо серьёзных повреждений в обшивке. Дальше неожиданно появляется оповещение, связанное с обнаружением заражённого самолёта. ...has been detected near the San Francisco Bay. Please evacuate the premises immediately. После оповещения, возвращаются кадры с места инцидента. В этом моменте чудовище бродило по улицам города, от каждого шага которого включала сигнализация. За окном были видны его ноги. А девушка на заднем плане кричала от ужаса и хотела, чтобы её выпустили и помогли. Момент, когда вроде как она ушла, всё заканчивается довольно плачевно для неё. После места действия переходят в лесную чащу, в которой слышатся вой сирены и крики людей. Человек бежит по улице, чтобы сбежать в безопасное место, а после показывают момент, когда оно шло по морю и нашло морское судно. Огромный хвост разрубил мост, после чего оно перешло на город. Военные истребители направились к месту инцидента, дабы остановить данное чудовище. Однако бомбардировка существа повлекла за собой дальнейшую мутацию, благодаря которой оно смогло стрелять из когда-то бывших турбин самолёта белым лучом. В море оно поглотило биологический материал, а после показывают опустошённый город. И под конец показывают кадры самолётом, который был подвержен биологической плоти. Часть 3. Потерянные ленты Следующая часть показывает опустошённые земли, и из-за пожаров пепел наводнил улицы, и он витал в воздухе. По невнимательности человек активирует сигнализацию рядом с собой, из-за чего его находит изменившееся существо. Оно своей плотью начал поглощать дом, но оператор начинает бегство, однако существо обронило здание на самого человека. И после дают информацию касательно миссии, которой отправили 20 рабочих. По итогу было захвачено около 6 заражённых мирных жителей. С миссией вернулось только 5 сотрудников, после дают узнать немного больше об этих существах. Первым из списка будет Витрон. Это существо, которое может вырасти до 50 футов в высоту, и способно регенерировать, даже при атаке ракетами. Также обладает способностью стрелять лазерным лучом изо рта, как заражённый А-38. Также подмечает внутреннюю часть основного рта, в которой есть два больших тонких гребня, по бокам головы. Дальше было существо под названием Нитроугроза. Это гуманоидное существо с белой плотью и человеческими чертами лица. Существо ходит на четверениках с очень заострёнными ступнями, и их рост может достигать до 40 футов. И последним мутирующим человеком становится довольно необычная особь. И бесенаблюдатель. Так его прозвали исследователи. У существа белая кожа с гуманоидными чертами лица. Также может иметь способность говорить, бегать и кричать. Но что тут главное, они не пытались нападать на людей. А даже наоборот, в отчёте пишется, что они помогли людям в их побеге. Последним существом был небесный ползун. Это было гигантское существо, достигающее примерно 50-60 футов в высоту. У этих существ рёв похож на громкий человеческий крик. При этом сообщает, что если человек когда-нибудь столкнётся с небесным ползуном, то в таком случае им нужно делать резких движений. Если они столкнутся с каким-либо движением живого организма, они начнут реветь, что вызывает уменьшенные копии существ. И они будут искать свою жертву до тех пор, пока они не поглотят свою цель. После идёт запись, датируемая 26 июля 1963 года. Оператор проходил мимо набережной, как из воды вышло существо. Но что можно увидеть интересного, так это встреча двух особей, которые отличались друг от друга. В связи с чего они начали схватку, по всей видимости, за биологический материал. Место битвы проходило рядом с АЭС. Со второй сущностью начали вырваться лучи. В итоге всё заканчивается одним энергетическим шаром. Загружается 37-я запись. Начало которой начинается с участка дома, в который оператор бежит. Внутри дома можно заметить, что с хозяина, с её места что-то произошло, что можно видеть на данных пятнах. Но время разглядывать этого нет. Ведь за окном появляется существо, видимо, когда-то бывшего хозяина. Человек находит ноутбук, в котором узнают от компаний авиации и комплексов промышленности. В файле была информация касательно обороны и защитных мер по предотвращению заражения от этих существ. К методам защиты относятся респираторы или герметичные костюмы. Также огнемёт, который отлично подходит под санитарные нормы. Ведь плод существ можно только сжигать под высокими температурами. Но при уничтожении заражённой плоти, необходимо делать документацию касательно всего процесса. И команда зачистки будет иметь при себе камеру для фиксации моментов миссии. Также на выбор будет три города, к которым относятся Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сан-Антонио. И говорят, если человек столкнётся с мутировавшим существом, то в таком случае нужно использовать огнемёт. Только вот это не уничтожит живое существо, а лишь замедлит его. Но затем на экране появляются артефакты, что означало, что данное существо находилось рядом. Следующий момент показывает, как сожгли дом с данным существом. Потом идёт загрузка записи с обнаружением заражённого самолёта в Токио. Как и в прошлые разы, существо бродило по городу, топча всё на своём пути. Воздушные силы страны были задействованы, но по какой-то причине они не решили атаковать существо. Возможно, это связано было с тем, что они знали, что сиё действие приведёт только к худшему сценарию. Но уже в следующей моменте показывают, как монстр дошёл до АЭС. Пройдя возле объекта, она пошла в воду. Об эвакуации решили повестить в новостях. Однако, что в ней говорится, я не могу сказать. В силу незнания японского языка. Но судя по видеодорожке, на ней, по всей видимости, говорится о том, что монстр после похода на АЭС решил уйти под воду. И после, возможно, его не видели рядом с берегом. Ибо после этого показывают кадры с очередным пустошённым городом, который остался в руинах после посещения существа. После кадров города показывают несколько самолётов под именем Антонов. На записи можно видеть, как они проваливаются в некую яму, где они пропадают в темноте бесны. Точно так же исчезает ещё одна партия самолётов. Но чем заканчивается запись? На записях можно было увидеть нападения странных существ, которые в первую очередь заражают не людей, а самолёты, которые последствия поглощают плоть. И при этом могут набраться радиации, и последствия увеличивать радость поражения данной радиоактивной силе. Но чем заканчивается запись? Подписка и лайк. Конец аудиофайла.